пекинес или пекинская дворцовая собачка несмотря на небольшой рост пекинес храбр и вынослив его независимости высокомерия предполагают скорее воинственный нрав чем изнеженную натуру пекинес привык главенствовать в доме и постоянно находиться в центре внимания ведет себя с достоинством царственно независимо отличается упрямством подвержен болезням роговицы глаз при травме может выпасть из глазницы распространены аномалии века и ресниц страдает от респираторных заболеваний болезней сердца от провала ноздрей расщепление неба и деформации челюстей часто бывают болезни позвоночника и камни в мочевом пузыре нужно как можно чаще расчесывать шерсть складки на морде регулярно протирать это китайская порода декоративных собак в восьмом веке эти собаки считались священными в течение многих веков они жили только во дворце китайского императора право разводить пекинесов было предоставлено только ему другим это было запрещено под страхом смерти за кражу императорской собаки или даже клевету на нее в китае безжалостно корали подвергая виновных изощренным пыткам которые часто наблюдал пекинес в европу пекинесы попали в 1860 году когда англичане разграбили императорский дворец основные моменты и интересные факты считался священным в древнем китае в прошлом порода пекинесов называлась собаками льва собаками солнце и собаками рукавов носили в объемных рукавах императорского дома пекинесы не выставлялись в англии до самого конца девятнадцатого века самые ранее известные записи о существовании пекинесов относятся к династии тан в восьми веки однако самые старые породы принадлежавшие только императорской семье хранились в чистоте окража одной из священных собак каралась смертью появление пекинесов в западном мире произошло в результате разграбления императорского дворца в пекине англичанами в 1860 году ассоциация их впервые зарегистрировал пекинесов в 1906 году а американский клуб пекинесов стал членом их в 1909 году история породы само название породы происходит от города пекин китайцы зовут пекинесов собачками фу пекинесы принадлежали семье китайского императора содержались во дворце и не были доступны простым жителям считалось что это маленькие духи охранники да и внешне пекинесы больше похоже на крошечных львов чем на собак есть древняя китайская легенда о происхождении пекинесов согласно этой легенде царь зверей лев в незапамятные времена влюбился в обезьяну и взял ее в жены родившийся от этого брака детеныш унаследовал забавную внешность матери и гордый характер отца эта царская собачка попала в европу после того как англичане захватили летний дворец в пекине тогда пять пекинесов принадлежащих императору были увезены в качестве трофеев из женских покоев дворца до этого никому кроме членов императорской семьи не позволялось владеть этой собакой а того кто смог ее украсть ждала смертная казнь пекинес впервые был представлен на выставке в европе первый клуб любителей пекинеса был организован в сша этой пароде уже более двух тысяч лет и она очень сильно изменилась за это время современные пекинесы более тяжелые и низкие на лапах чем их предки заводчики как и эксперты на собачьих выставках отдают предпочтение пекинесом с длинной украшающей шерстью и важной походкой внешний вид это маленькая собака высота в холке кобелей 23 25 сантиметров сук до 23 сантиметров голова массивная округлая лоб широкий переход к морде резкий морда очень короткая вздернутая с поперечными складками на переносица глаза большие широко расставлены выпуклые темные уши висячие высоко поставлены плотно прилегающие концы ушей доходят до нижней челюсти шея короткая крепкая сухая грудная клетка широкая с выпуклыми ребрами хвост посажен высоко загнут на спину конец прижат к бедру шерсть прямая длинная с густым мягким подшерстком на ушах шеи и плечах более длинная образует пышный воротник окрас рыжий и палевый черный черно-подпалый соболиной тигровый белый и двухцветный темная маска на морде и очки вокруг глаз отличительные черты характера пекинес любит напоминать владельцам о своем царственном происхождении и ждет чтобы его баловали и лелеяли но его нельзя назвать хрупкой или изнеженной собакой он не знает страха и большой затейник с детьми он обходится мило но все равно будет считать себя первой персоной в доме и требовать большого внимания если ему не уделяют внимание и слишком многое запрещают то он может начать наводить порядок в доме по-своему например запрыгивая в те места куда ему запрещают и разбрасывать вещи даже просто от скуки он независим и высокомерен от природы но если одарит вас своей привязанностью то вы наверняка оцените его любовь и преданность содержание и уход пекинесы будут хорошо себя чувствовать на хорошем корме для собак одобренным вашим ветеринаром любая диета должна соответствовать возрасту собаки некоторые собаки склонны к полноте поэтому следите за потреблением калорий и уровнем веса вашей собаки лакомства могут быть важным подспорьем в тренировках но их слишком большое количество может вызвать ожирение проконсультируйтесь с ветеринаром если у вас есть какие-либо сомнения относительно веса или здоровья вашей собаки чистая свежая вода должна всегда быть в миске густая двойная шерсть пекинеса требует тщательного ухода пекинес линяет сезонно расчесывание его по крайней мере один час в неделю поможет удалить распущенные волоски и предотвратить спутывание а периодическая ванна поможет ему выглядеть лучше спутанные колтуны можно аккуратно разгладить с помощью щетки или расчески как и всем породам когти следует подстригать регулярно так как слишком длинные ногти могут причинить собаки дискомфорт пекинесы обаятельные уверенные в себе товарищи которые устанавливают тесную связь со своим хозяином вся их цель в жизни развлекать и утешать хотя большую часть времени они довольно спокойны и требуют лишь скромных физических упражнений им нравится заниматься собачьим спортом в своем собственном темпе отличительной чертой породы является их дружелюбный общительный любящий характер пекины ласковые и умные у них очень крепкие связи со своим хозяином как собаки веками жившие во дворцах пекисы могут быть столь же безмятежно независимыми как императоры которым они принадлежали они становятся хорошими маленькими сторожевыми псами пекинесы могут терпеть детей но не подходят для того чтобы с ними дурачились здоровье средняя продолжительность жизни пекинесов составляет 11 лет по данным опроса кеннел клуба великобритании основной причиной смерти пекинесов как и многих других игрушечных пород является травма основные проблемы систем органов включают неврологические и сердечно-сосудистые например застойную сердечную недостаточность при раннем диагностировании и успешном лечении с помощью лекарств пекинес с этой проблемой может прожить много лет шум в сердце является потенциальным признаком проблемы и должен быть осмотрен ветеринарным кардиологом очень часто проблема не проявляется до тех пор пока собаке не исполнится 6 и более лет поэтому выявить проблему у щенка очень сложно другие основные проблемы этой породы это проблемы с глазами и дыханием вызванные крошечным черепом и приплюснутым лицом а также кожные аллергии особенно частой проблемой являются язвы глаз которые могут развиваться спонтанно у пекинеса также может развиться прогрессирующая атрофия сетчатки при сухом кератоконъюнктивите наряду с глаукомой при которой давление на глаз приводит к оттоку жидкости из глаза пекинеса не следует держать на улице так как уплощенное лицо и нос могут вызвать у них проблемы с дыханием из-за чего им будет трудно регулировать температуру тела слишком жаркую или холодную погоду их длинная спина относительно ног делает их уязвимыми для травм спины поднимая их следует проявлять осторожность чтобы обеспечить адекватную поддержку спины одна рука находится под грудью а другая под животом короткие ноги затрудняют пекинесу подъем по лестнице пожилые собаки иногда не могут в одиночку подняться или спуститься с лестницы стремясь решить проблемы с дыханием вызванные плоской мордой породы клуб собаководства в октябре 2008 года значительно изменил стандарт породы убрав пункт о том что профиль должен быть с плоским носом между глазами и добавив вместо этого что морда должна быть очевидной это было ответом на общественное мнение последовавшее за передачей bbc разоблачение породистых собак стандарты породы двух других пород с плоским лицом мопса и английского бульдога вскоре также были изменены цена и как правильно купить в зависимости от заводчика и место покупки щенка ценовой диапазон может варьироваться от 25000 до 40000 рублей но цена может быть еще выше если у заводчика есть чемпионская линия пекинеса стоимость покупки пекинеса сильно варьируется и зависит от многих факторов таких как местоположение заводчиков репутация размер помета происхождение щенка популярность породы спрос и предложение обучение усилия по социализации линии разведения и многое другое итог пекинес или пекинская дворцовая собака порода декоративных собак история происхождения которой практически неизвестно этих собачек издавна содержали при дворах китайских императоров и ценили столь высоко что их экспорт в другие страны был запрещен в европу пекинесы попали в 1860 году и завоевали большую популярность как домашние любимца умные ласковые и в то же время независимые